Всем доброе утро! Не поверите, целый час потратила на поиск ключей от квартиры, а оказалось, что они в кармане куртки. И вот пока переворачивала вверх дном, все на своем пути задумалось, ведь наша жизнь – это постоянный поиск вещей, ответов, людей, да чего угодно. Пожалуй, отличная тема для выпуска – вечный поиск. На календаре тем временем 20 августа, четверг. И вот, что мы для вас приготовили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня, 20 августа, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный – 7-12 метров в секунду. В Кандалакше – плюс 17 градусов. В Апатитах и Кировске – плюс 16, плюс 18. В Никеле и Заполярном – 17 градусов выше нуля. До 18 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске – плюс 16, плюс 18. Дождь. Удачного вам дня! Всем привет, друзья! Сегодня я прочитал интересную новость. Родители уехали праздновать годовщину и в надежде, что их 14-летний сын самостоятельно сможет провести выходные дома. Но их праздник был прерван звонком из полиции. Оказалось, что подросток решил покататься на их машине, за что и был арестован. В наказании родители Анхеля вынесли все его вещи из комнаты и заставили раздать бесплатно соседям. Теперь подросток живет в пустой комнате, а спит на диване в гостиной. Помню, что моим наказанием было, когда родители забирали провода от приставки, магнитофона и телевизора. Сейчас узнаю вам. А как других наказывали? Ничего. Тебя не наказывают? Нет. Я хорошая. В угол ставили. Ремень? Помогала? Еще как. До сих пор помню. А еще знаете, что вот были такие старые машинки, Лика, и к ним давались палки двойные такие. Вот этой палкой попадало. И еще и авоськой. Раньше были авоськи. Лупили-лупили. Законов были другие. Меня не наказывали. Мама меня вообще не наказывала. Вообще никак? Никак. Ну а если что-нибудь вот сделали не так? Ладно. Не, не наказывали. Спит ребенок. Не, реально не наказывала. Говорили. Общались. Ничто не нужно так делать, а как нужно делать. Здравствуйте. Оптимальный вариант. Хорошая девочка у тебя. Согласна. Смотрите. Порицание, не знаю. Ничем так почти не наказывали. То есть не косячил практически? Ну, практически, да. Был, как это, эталонным ребенком. А, вот так хорошо. А меня ставили в угол. В угол все? Да, да. Я была не очень образцовым ребенком. Угол был, а это самое страшное. Ну, думаю, что да, да. Больше ничего такого не было. Не было. Ни разу? Ни разу. Ну, что смеешься? Было? Нет. Тоже нет? Нет. Вообще никогда? Ну, были наказания, но не настолько серьезные. То есть в угол не ставили? Нет. А что делали? Поколоски гладили? Хорошие. Продолжай в том же дуке, да? Да нет, телефон забирали и все. Как без телефона? Долго? Да, долго. Пока не начну учиться нормально. Начала или новую купила? Да, нет, просто вернули. Бесполезно просто. Был металлический ремень. Металлический? Да, прям морской. У меня отец в море ходил раньше. Это что ты прокосячил так филе-то? Ну, не учил уроки, прогулял долго. Больно было, да? Больно. Поверьте, больно. Меня не наказывали. Да ладно? Всех наказывали? Всех наказывали? Нет. Всех наказывали? Нет, меня не наказывали. Серьезно. Серьезно? То есть вообще и в угол не ставили? Нет. Ремнем не били? Нет. Серьезно, ни разу. Ну, говорили, что хорошо, что такое плохо. Срабатывало? Срабатывало. Главное, чтобы при всех вариантах наказаний человек осознавал свою вину. На этом у меня все. Пока-пока. Увидимся и хорошего вам дня. Что приготовили звезды, узнаете прямо сейчас. Овны. Ваши часы сегодня могут отставать. Проверьте механизм, смажьте его и шагайте в ногу со временем. Тельцы. Сегодня вы хозяева положения. Вы получите именно то, что хотите, но только в том случае, если сумеете внушить доверие. Близнецы. Вам, скорее всего, придется пойти на компромисс. Это лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Сбережете нервные клетки. Раки. Этот день последний перед длительным перерывом, связанным с погружением в работу. Используйте его на полную катушку. Доброе утро. Не секрет, что пандемия во многих пробудила скрытые таланты. Вот, например, американский блогер Ален Пен сконструировал пневматический пистолет, который стреляет медицинскими масками. И вместе с ним он отправился на улицу искать людей, готовых испытать это чудо инженерной мысли. Хитрое устройство не просто стреляет маской в лицо, но и завязывает ее с помощью четырех металлических грузил. Пистолет также оснащен прицелом для более точного выстрела. Чтобы опробовать изобретение в деле, блогер отправился в город Хантингтон-Бич в Южной Калифорнии. Далее надошла информация, что местные жители не носят маски. Уже на месте изобретатель попытался уговорить прохожих поучаствовать в его эксперименте. Но все пошло не по плану. Во-первых, людей в масках оказалось больше, чем ожидал блогер. Во-вторых, участники эксперимента так и не смогли повторить его успех. И все время стреляли маской мимо головы манекена. К тому же в ходе испытаний пистолет сломался, и блогеру пришлось чинить его на ходу. Так что Алену еще предстоит доработать устройство. Будь у меня такая штука, я бы повесила на стену плакат с надписью «Коронавирус» и стреляла бы в него из пистолета масками. Ну а почему бы и нет? Некоторые страны примерно так и борются с опасным вирусом. Кстати, о выстрелах. Давайте узнаем, что еще сегодня выстрелит в нашей программе. Открывать Россию. Программа кэшбэка для путешественников. Вперед через Севморпуть. Мурманские курсанты передают привет с бар Коседов. Бороться и искать, найти и не сдаваться. В гостях у нашего утра руководитель регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». Сегодня 83-й день рождения отмечает Андрей Кончаловский. Советский и российский актер, а также режиссер театра и кино. Поздравление принимает Юрий Жирков, российский футболист, игрок в национальной сборной. Ему исполняется 37 лет. 49-летие празднует певец и поэт, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях человек, для которого вечный поиск – это не просто красивое сочетание слов, а работа. Он помогает найти дорогу домой тем, кто потерялся. Алексей Соколов, представитель регионального отделения отряда «Лиза Алерт». Здравствуйте! Здравствуйте, Диана! Рада видеть сегодня вас на нашем диванчике. У меня для вас две новости – хорошая и плохая. Синоптики обещают в Мурманской области потепление. Это хорошая новость. А плохая в том, что вам, скорее всего, прибавится работы. Люди поедут в лес за грибами, за ягодами и могут заблудиться. И вот вопрос – что делать, если человек понял, что он потерялся в лесу? Правила, на самом деле, довольно простые. Это, в первую очередь, не паниковать, не стараться силы не тратить лишний раз. И оставаться на месте, никуда не бегать, не шарахать со стороны в сторону. Постараться как-нибудь обозначить себя, то есть кричать громко, если есть силы, свистеть свисток, если, опять же, он есть. Попробовать развести костёр, чтобы уедли дым. То есть как-то облегчить жизнь тем людям, которые будут тебя искать. А как поступить, чтобы вообще этого не произошло, чтобы не потеряться? Может, можно как-то правильно подготовиться к поездке в лес? Вот это правильный вопрос. Немножко расскажу про это дело. Вообще, лучший поход в лес, который не состоялся. То есть лучше загребаем, пойти в магазин. Это у нас отряды говорят всем. Но если всё-таки прям совсем хочется пойти пособирать грибов, то надо сделать несколько шагов, ну, тоже довольно простых. То есть, во-первых, как можно больше людей должны знать, куда ты пошёл, в какой район. То есть звонишь родственникам, говоришь, я пошёл туда-то, вернусь через 3 часа или вернусь к вечеру. Чтобы в случае чего они знали, что к вечеру, если ты не сообщил о себе, что ты вернулся домой, что можно уже начать поиск. Второе. Брать с собой обязательно тёплую одежду. Заряженный мобильный телефон полностью заряженный. Ещё лучше аккумулятор с собой. Но, опять же, так как многие идут в лес без рюкзака, просто положат карман, то аккумулятор, ну, он будет оттягивать карман, ну, можно не брать. Вот. Но телефон должен быть заряжен всегда. Потом обязательно с собой брать свисток и зажигалку. Свисток, чтобы себя обозначить, потому что свист слышен на достаточно большом расстоянии. Полтора километра – это, ну, вполне нормально. И можно будет как-то сориентироваться, подать сигнал о себе. И зажигалку, потому что у нас в лесу всё-таки есть дрова, можно развести костёр, согреться, а дым укажут на то местоположение. Ну, опять же, одеваться ярко, потому что у нас охотники, рыболовы, любители активного отдыха, все одеваются в камуфляж. А в камуфляже в лесу человека не видно уже на расстоянии 10 метров. А если он лежит и не двигается, замёрз, спит, то можно вполне спокойно наступить на человека и только тогда его заметить. Но видите, если охотники-рыболовы будут одеваться по-другому, в яркой, то тогда у них, возможно, может не состояться охота. Ну, тем не менее, лучше не стыдится охота, чем если мы не найдём человека. И то верно. Кстати, о вашей работе. Вот, допустим, вы получили сигнал. Человек потерялся. Ваши дальнейшие действия. У нас, опять же, есть несколько человек, которые занимаются информационной организацией обеспечением поисков. Вот. Они берут эту заявку в работу. То есть они звонят заявителю, очень подробно расспрашивают о том, что за человек, какие у него привычки, куда он любит ходить, есть ли у него болезни, нет болезней. Вот. Вот. Дальше, после этого мы уже принимаем решение, что нам делать. Вот. И мы об этом... Ну, единственное правило, которое мы должны знать, когда мы принимаем заявку, это поданные заявления в полицию. То есть первое же, что должен сделать человек, когда не потерялся родственник, это подать заявление в полицию. Вот. Если этого не сделано, мы, к сожалению, только в редких случаях можем начать дальнейшие действия именно отрядные. Да. Алексей, я смотрю, вы пришли к нам сегодня не с пустыми руками. Не с пустыми руками. Расскажите про вот эти все атрибуты. Я вижу там рации, фонарики. Что это такое и для чего это? Вот. Навигатор – это главное оружие поисковой группы. То есть наша стратегия именно поисков, если человек не может откликнуться или у него какие-то травмы там, или он не может говорить, вот, это прочес местности по квадратам. То есть у нас есть карта, в которой мы загружаем навигатор. Навигатор дается поисковой группе, они выходят в заданный квадрат и начинают ходить вперед-назад-вперед-назад. То есть закрывают этот квадрат, а то он возвращается в штаб поиска, и мы с навигатора загружаем трек уже на карту и смотрим, какие квадраты были закрыты, какие были прочесаны, вот, в каких квадратах стоит дальше, ну, продолжать поиски. Компас, опять же, это более простая вещь. То есть если человек умеет ориентироваться по компасу и карте, и человек, ну, в поисковой группе выходит, вот, мы даем компас, говорим, вот, направление такое-то, выходишь на эту точку и там, прочесываешь дорогу, допустим, вперед-назад, опять же, возвращаешься, сдаешь нам примерно где ты ходил. Рации нужны для связи группы и штаба или группы друг с другом. То есть предупреждаем о своих действиях, предупреждаем о том, как далеко мы ушли, приступили ли к поиску, ушли из поиска, вот. Ну, фонарик... Понятно. Это понятно. Алексей, расскажите, а часто вообще люди теряются или это какие-то единичные случаи? Так, как сказать, от года в год это зависит от того, насколько теплое у нас лето, вот, насколько много народу, выходят, то есть, допустим, бывает такое, что у нас теряются люди каждую неделю, но с легким последствием. Отошли от дороги в лес, там бабушка, допустим, ушла, силы кончились, она уже не может выйти обратно, позвонила родственникам, потерялась. А так как родственников там обычно 2-3 человека, они не могут весь лес закрыть на поиск, обращаются к волонтерам, то есть мы приезжаем, выводим человека. Ну, то есть, заходят люди в лес, работают на отклик, услышали отклик, подошли и вывели человека из леса. Ну, это, то есть, легкий поиск там, ну, час-два-три, не больше. Такие могут быть каждую неделю. А сложные, ну да, ну, бывает раз-два-три месяца сложные поиски, когда даже не знаем, что предпринять иногда. Бывает такое, что вы не находите людей? Да, ну, часто бывает. Но в основном это, когда человек ушел в городе, и мы не знаем точно, куда он пошел. То есть, есть такие ситуации, когда мы не знаем, просто человек пропал, пропал, не уходит на связь уже неделю. И, допустим, куда он мог пойти, зачем он мог пойти, как и что у него там было, какие мысли, мы тоже искать не можем. Поэтому, ну, мы размещаем ориентировки в сети и ждем свидетельств от других людей. То есть, если нам позвонят и скажут, что этот человек видел день назад там в той же точке, то мы можем уже начать поиск с той точки, там, раскрыть ориентировки, обход квартир сделать там. Ну, очень много действий, которые мы можем предпринять. И надеяться на благополучный сход. Алексей, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Думаю, это интервью людям будет не только интересно, но и полезно. Ну, а вам и вашему отряду хочется пожелать, чтобы ваши поиски всегда заканчивались удачно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы не прощаемся. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь. Прямо сейчас продолжение гороскопа. Львы. Далеко не все можно восстановить. Вспомните об этом, прежде чем бить в сердцах посуду. Девы. Своё мнение сегодня лучше оставить при себе. Выжидайте удобный момент. Время высказаться ещё придёт. Весы. Чем раньше вы закончите активную деятельность, тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться вам удастся основательно. Скорпионы, сегодня вам будет трудно усидеть на месте. Бросьте свои силы на борьбу с чем-то определённым. Доброе утро всем, кто присоединился. Не так давно группа отважных курсантов из МГТУ отправилась на барки седов в море искать приключения. И ведь нашли. Впервые за всю историю своего существования парусник с нашими ребятами отправился покорять северный морской путь. Мурманчане полны решимости и передают привет родному городу. Санёк, передай привет Мурманску. Всем привет. Привет Мурманску. Скоро будем. Скоро будем, да. Под мощный пушечный залп Владивосток попрощался с белоснежным парусником. После торжественного построения и вручения подарков на память экипаж судна отправился в долгий Севморпуть навстречу гренландским китам. Хочется пожелать ребятам терпения и удачи, ведь вернуться в родные края они только в октябре. Ну а для тех, кто сейчас на суше и смотрит нашу программу, анонс финальной части выпуска. Не романтика, а суровые походные будни, как мурманчане на Алтай ходили. Сегодня, 20 августа, на Кольском полуострове ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный, 7-12 метров в секунду. В Кандалакше плюс 17 градусов. В Апатитах и Кировске плюс 16, плюс 18. В Никеле и Заполярном 17 градусов выше нуля. До 18 поднимется столбик термометра в Североморске. В Мурманске плюс 16, плюс 18. Дождь. Удачного вам дня! Доброе утро! В ночь с четверга на пятницу начнется неделя кэшбэков на покупку туров по нашей необъятной родине. Как нам сообщило правительство, путешественникам вернутся от 5 до 15 тысяч рублей за каждую поездку. Вот такой вот внутренний туризм в условиях пандемии. Рассчитывать на возврат можно будет при соблюдении целого ряда условий. К примеру, купить тур строго с 21 по 28 августа и отправиться в него до 20 декабря этого года. Стоимость тура должна быть от 25 тысяч рублей и рассчитана минимум на 5 ночей. Расширенный список условий можно найти в интернете. Всего организатора рассчитывают субсидировать таким образом около 2 миллионов турпоездок. Кстати, кэшбэк налогом не облагается. Мест в России, куда можно махнуть, конечно же, бесчисленное количество. У кого-то могут даже глаза разбежаться от обилий вариантов. Ну куда? Ну, к примеру, на Алтай. Кстати, мои знакомые так и сделали. 9 мурманчан решили посетить далекий манящий Алтай. Сказано, сделано. За 8 дней похода они прошагали почти сотню километров и получили неисчислимое количество эмоций. В составе группы были и Анна с Натальей. Наташа уже ходила в походы по Мурманской области, пусть даже и на пару дней. А вот для Ани Алтай оказался дебютом. Я думала, будет намного сложнее и намного хуже. Но были и очень сложные моменты. Перевал, когда ты ползешь с палками в гору, тебя заливает дождем, сдувает ветром. Было очень сложно. Я думаю, что все, на это все закончится. Я где-нибудь тут сяду, останусь, и это будет первый и последний мой поход. Но потом, когда уже все проходит, ты осмысляешь все это, думаешь, ну, было не так уж плохо, а давайте-ка сходим еще куда-нибудь. Так что, наверное, теперь я начну уходить в походы. Самое сложное было, что я не взяла с собой шоколадки. Они очень нужны были в походе. Нам посоветовали брать другие какие-то снеки, потому что шоколадки могут растаять. Но благо были те люди, которые все-таки захватили с собой батончики, и они делились. Этого не хватает, потому что порой ты идешь много часов, с тебя просто под ручьем, и ты чувствуешь, что тебе надо закинуться немножко сахаром. Вот в такие моменты нужны шоколадки. Пешие походы – это не романтика, уверены девушки. Это суровые будни путешественника, когда ты пробираешься по лесу, ищешь место под ногами для следующего шага, преодолеваешь препятствия в виде ручьев и буреломов. С погодой не очень повезло. Поймали и дождь, и грозу. Но ради покорения одного из высокогорных перевалов под названием Каратюрек группа готова была терпеть все невзгоды. И мы только вот отошли от того ужаса, который мы испытали, отдышались, поделились немножко впечатлениями, и в этот момент они достают значки и говорят, ребята, для каждого из вас вы не сдались, вы молодцы, вот вам значок Каратюрек 3060 метров. И там красиво, и тут красиво. Просто везде есть свои особенности. Поэтому походы — это классно. У нас в России много красивых мест, их надо исследовать, и их надо еще оберегать. За что горит мое сердце, и слава богу, на Алтае было все более-менее чисто, и мне это понравилось. Было очень много всякой мелочи. Были бурундуки, были суслики, были вот такие пищухи, как мы оказались. Мы придумали сами им название, мы их увидели, они так забавно пищали, и мы говорим, что это, наверное, пищухи. А потом мы прочитали, что, оказывается, действительно их зовут пищухи. Вот, мыши и всякая такая мелочь. И даже у девочки одной из нас прогрызли рюкзак, какие-то грызуны, и вытащили оттуда орехи, и у нас украли гречку. В планах у Натальи и Анны успеть сходить в еще один поход уже на территории Мурманской области. Куда именно, девушки пока не знают. Но было бы желание, а уж возможность обязательно появится. Александр Суняев, Павел Третьяков, ТВ21. Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, на сегодня, 20 августа, 73 рубля 24 копейки. Курс евро 87 рублей 40 копеек. Десять норвежских крон сегодня равны 82 рублям 96 копейкам. Стрельцы. Действовать в спешке не самое творческое состояние, поэтому всячески сопротивляйтесь втягиванию вас в авантюры. Козероги. Если вы собираетесь отдаться на волю волн, будьте готовы к тому, что ветер переменится. Сегодня от вас потребуются решительные действия. Водолей. Выигрыш – вещь хорошая, однако при честной игре он более приятен. Постарайтесь действовать по правилам, тогда удача окажется с вами. Рыбы. Ваши поступки и хорошее настроение могут вызвать зависть окружающих. Не обращайте на это никакого внимания. Вы всего добились сами. На этом все, друзья. Удачного вам дня и отличного настроения. Пусть ваши поиски всегда будут успешными. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...